Спящая красавица, над которой воет волк, не уснувшая актриса. Реалистично куклу сделали черты лица, срисованные с главной героиней, обычной девушки, которая заблудилась в лесу. Одинаковый рост и похожие внешние данные. Но есть ли что-то общее между современными девушками и сказочными принцессами? И кому-то из них живется хорошо? Такими вопросами задается автор и актриса Наталья Сокович. Во-первых, меня интересует ситуация, касающаяся женщин в современном мире. Я очень за это переживаю. Например, женщины-актрисы, певицы-художницы. Все они переживают непростое время. Они сталкиваются со стереотипами. Женщина всегда должна выглядеть красиво, всегда должна улыбаться. И мужчины ценят ее не за ум или достижения на работе, а за внешние данные. По сюжету героиня собирается на важную встречу, но по дороге сбивается с пути, попадает в чащу и натыкается на ее чудаковатых обитателей. Даже куклы, исполняющие их необычные, вместо привычных планшетных или тростевых манекены. Они-то и начинают заставлять девушку сомневаться в своей привлекательности. Как представителям жюри сравнить такой спектакль с соседями по афише? Танцующих манекенов на сцене Орликина еще точно не было. Сравнить можно что-то, что похоже. Обычно они совершенно не похожи как принцип, как текст, как художественная работа, как актерская работа. То есть сравнивать мы не сравниваем, мы просто оцениваем художественные качества работы во всех аспектах. И я бы сказал, что мне кажется, до сих пор есть очень любопытные и очень разные работы. А главную героиню спектакля в конце ждет хэпи-энд. Тоже современный. Девушка побеждает свои страхи и собирается жить долго и счастливо. Светлана Урованцева, Максим Баринов, Антенна 7.